Я директор Центра Сэфер, как вы, наверное, знаете, но моей собственной темой научной я еще и работаю в Российской Академии Наук в Институте Славяноведения. Я полонист и занимаюсь в основном медиевист, занимаюсь средними веками, так как это происходило в славянских землях, то есть достаточно длительный период. И вот моей основной сферой интересов являются иудиохристианские отношения. Внутри этих отношений, как вы понимаете, тема наша, заявленная в нашем курсе, тема кровавого навета занимает одно из таких центральных мест. И по целому ряду причин. Я, разумеется, хотела бы себе представлять степень вашей осведомленности и знакомства с этой проблематикой, чтобы, не дай бог, не повторять давно и хорошо вам известное. А с другой стороны, мне не хотелось бы упустить что-то, что для вас важно, но почему-то оказалось бы не рамок вашего внимания. Поэтому, если можно, такую некоторую интерактивность, просто чтобы дать мне представление, что я должна выпускать, а все-таки о чем непременно говорить. Как вы себе представляете, что такое кровавый навет, наша тема? Просто обвинение или уявление в том, что они приносят ресторанскую кровь в ритуальных убийствах. В ритуальных убийствах, да, правильно. Хотя тут есть и некоторые нюансы. Например, в этом кровавом, так сказать, сюжете, который имеет, к сожалению, многовековую историю, есть различные такие архетипические конструкции, архетипические элементы. Например, сюжет этот может быть таков, что иудеи в силу своей изначальной, заведомой, исходной ненависти к христианам стремятся к их уничтожению. В символическом смысле религиозные иудеи, а как вы знаете, представляете себе религиозный календарь любой конфессии, он цикличен, он нелинейен. То есть события религиозной истории повторяются каждый год. Рождество бывает каждый год, Пасха, там, 50. Все религиозные праздники цикличны, они повторяются. И вот, согласно христианским представлениям, иудеи, ежегодно отмечая праздник Пасхи или на еврите Пасхи, они воспроизводят вот эту мистерию распятия Христа. То есть центральное событие христианской мифологии. Согласно некоторым представлениям, оно же является и центральным событием для иудейской мифологии. Тут уже мы с вами, как исследователи, уже сразу можем видеть некоторую ошибку. Кроме того, праздник Пасхи в иудейском религиозном календаре, как вы понимаете, означает совершенно иное, чем праздник Пасхи в христианском религиозном календаре. Просто как изначально, когда-то в церковной истории, в религиозной истории, они совпали один раз, потому что во время иудейского праздника Пасхи произошли те события, которые связываются с христианской Пасхой. То есть они совпали. Но это праздники совершенно иные, потому что Пасха, Песах иудейский, это праздник освобождения из египетского плена, из египетского рабства. Это праздник исхода и свободы. Праздник Пасхи у христиан, ну, в этой аудитории совершенно не обязательно это повторять. Понятно, да, что это и по своей семантике, по своему значению, и по своей обрядовой стороне, это совершенно разные праздники. Интересно, что в силу того, что календари религиозные, календари цикличны, и эти события воспроизводятся ежегодно, а календари не совпадают. Вот вы знаете, что у иудеев месяц, иудеи живут по лунному календарю, и поэтому у них месяц это 28 дней строго. И поэтому иногда бывает так, что эти Пасхи вновь совпадают, и происходят очень близко друг от друга, или даже совпадают вплоть до дня. В другие годы это расходится, чтобы когда-то вновь повториться. Совпадение вот это бывает. Но иногда они расходятся довольно далеко, но слишком далеко они расходятся не только, потому что и то, и то праздник, приходящийся на весенние месяцы, весеннего календарного цикла. Так вот, согласно одному из таких архетипических сюжетов, иудеи ежегодно воспроизводят казнь в страсти Христа. Для этого они используют какую-то же эту христианина, лучше всего маленького мальчика, или подростка, или юношу, ибо этот инфантилизм жертвы должен символизировать ее невинность. Агнус Дей, да, Агнус Божий. Это должен быть кто-то невинный, который может выполнять функцию эту и символизировать Христа. И иудеи распинают его, то есть делают с ним повторно, ежегодно, каждый год, то же самое, что делалось с Иисусом Христом в Иерусалиме. То есть такие же мучения, бичевания, распятия, прибивания гвоздями. Вся эта атрибутика присутствует в этом сюжете. Но этот сюжет отнюдь не единственный. Существует и другой архитект, который точно так же имеет большую карьеру в мировой или в европейской истории. Но он немножечко, элементы этого сюжета, немножко иные. Мне представляется, что этот сюжет оказался более популярным, чем первый архитект. Этот сюжет связан с представлениями об использовании крови. То есть изначальный элемент похищения ребенка, невинного существа, вот этого Агнус Дэй, это сохраняется. Но это похищение может происходить несколькими путями. Например, христианская женщина, неблагочестивая, порочная, грешная. Это может быть мать, это может быть служанка, это может быть какая-то женщина в трудных обстоятельствах, бедная, которая выкрадывает христианского ребенка или своего ребенка продает иудеям с целью как-то поправить свое материальное положение. Это может быть и иудейская женщина, которая выкрадывает этого ребенка. То есть немножко в разных сюжетах, сюжетов этих очень большое количество, если иметь в виду весь европейский контекст. Эти элементы могут различаться. Но мне кажется, что если мы говорим о структуре сюжета, этими изменениями элементов сюжета мы можем сейчас пока пренебречь. Конечно, когда мы анализируем, скажем, литературную основу, архетип, когда мы следим за развитием сюжета, все это чрезвычайно значимо. Мне кажется, что сейчас, когда мы говорим об общих представлениях и об общей конвейной структуре, мы пока можем этим пренебречь. Значит, обретается некая жертва, лучше всего мальчик или юноша, но иногда в сюжете фигурируют и девочки. Вот это такое тоже случается. Девочка не очень подходит сюжетно, но тем не менее иногда за, может быть, неимением иного сюжетного материала, используется и женский персонаж в этом сюжете. Так вот, эта жертва выкрадывается не с целью воспроизвести страсти Христовых, не с целью повторить дословно сюжет с распятием, но обрести кровь этой жертвы, собрать эту кровь в сосуды для дальнейшего использования в обрядовых, ритуальных или медицинских целях. Поэтому это невинное существо в очень большом количестве сюжетов, особенно немецкого происхождения, привязывается к столу, его режут, колют, и из всех его жил стекают, стекают его, собирают эту кровь в сосуды и потом используют. Как правило, считается, в основе этого сюжета лежит представление, что иудеи рассылают потом эту кровь по различным общинам. Общинам, ну, как правило, мы держимся Ашкенасского региона, и, в общем-то, практически весь наш материал, которым мы обладаем, оперируем, который, в общем, очень хорошо документирован. Он касается региона распространения и проживания Ашкенасов. Так вот, эта кровь рассылается по общину, которые в дальнейшем так или иначе ее используют. Я пока не буду развивать эту тему, немножко позже об этом скажу, потому что тут очень большой спектр возможностей. Как именно, для чего именно может использоваться христианская кровь. Кстати сказать, эти тексты очень интересны. Им нельзя отказать в такой, я бы сказала, в такой ужасающей готической красоте. Мне кажется, что эти сюжеты выполняют для средневекового читателя или слушателя этих легенд примерно ту же функцию, что и готический роман ужасов. Или в нашей с вами современности фильмы ужасов. Вампиры, бурдалаки. А хронологически они когда-то бывают? Да, это, понимаете, Свет, тут, если мы говорим об этих представлениях об использовании христианской крови частей тела, то мы можем вспомнить, конечно, или во всяком случае не можем не вспомнить Апиона. И мы помним, как Иосиф Флавий, вы помните, да, о древности еврейского народа, или контрапионом, против Апиона. А он, Иосиф Флавий, ополчается в этой своей апологии иудаизма и иудейского народа, он ополчается на Александрийского грамматика Апиона, который писал, помните, это связано с Антиохом Епифаном, он описывает ситуацию, как иудеи в своем храме в Иерусалиме откармливают несчастного грека, они его год откармливают, чтобы в очередной праздник своей Пасхи его закласть и употребить его в пищу. И как бы этот несчастный грек жалуется Антиоху Епифану, что просит его освободить, и вот такая ужасная судьба. И Иосиф Флавий доказывает всю несостоятельность, беспочвенность и абсурдность этих обвинений, ссылаясь на, конечно, соответствующие законы иудеев, которые должны неукоснительно следовать, прежде всего, библейские законы, потому что в Библии многократно повторяется, это не раз, достаточно было бы, чтобы в библейских книгах один раз был написан, был написан, там, от плоти живой не ешьте, кто употребит кровь того, исторгнуя из народа, ну, я, извините, сакральный текст, кстати, по памяти, но вы помните, да, все эти положения и левит, и второзаконие, причем это повторяется, это очень настойчиво повторяется, и сказал Господь, кто употребит кровь того, исторгну из народа иудейского, там, отверну от него лице свое, то есть этот полный, абсолютный, тотальный запрет для иудея как-либо употреблять кровь, который еще в большей степени был развит в дальнейшем, и мудрецами Талмуда, и Шульхана Рух, если вы откроете, то, конечно, вы увидите массу даже дробных и детальных предписаний, что если там яйцо, которое вы готовите, и вы видите там какую-то каплю крови, оно негодно к употреблению, или, например, иудейские законы о шхетии, о шхетии, как это сказать? Забое животных. Да, да, о кошерном забое животных и приготовлении пищи. Ведь вот кошерный, что значит кошерный, да, во-первых, он значит правильно зарезан определенным специалистом, шохетом, который делает это определенным ножом, очень острым, который делает это мгновенно, чтобы животное никаким образом не мучилось, потому что существует полный запрет на то, чтобы как бы то ни было мучить не только людей, но и животных. Вы помните, что абсолютно запрещается там, там, нить осла, или там, кастрировать домашних животных. Но это абсолютный запрет в иудаизме. Так вот, значит, кошерное, кошерное мясо получается таким образом, что его специально обученный человек, шохет, режет, значит, он умирает мгновенно. После этого, приготовляя дома это мясо, иудей, иудейская женщина, его должна часами вымачивать, высаливать, смывать эту кровь, чтобы, не дай бог, никакая капля крови ни в каком виде не оказалась вдруг внутри пищи, ибо душа содержится в крови, да, и не дай бог каким-то образом ее вкусить. Это совершенно немыслимо для верующего иудея. Ну, для того периода, относительно который мы с вами этот предмет рассматриваем, неверующие иудеи это просто сапоги в смятку, это что-то совершенно такое немыслимое, не встречающееся. Так вот, Свет, продолжаю ответ на ваш вопрос, если мы, скажем, ну вот мы упомянули о пиона, да, ну вот нельзя его обойти, но, скажем, особое развитие этого сюжета, конечно, начинается в XII-XIII веке. Конечно, эти ранние, раннее средневековье не знает такого пышного развития и цветения этого сюжета. и тому есть целый ряд причин. Причем, вы знаете, когда мы говорим о кровавом новете, то, поскольку этот вопрос, он очень сложный, сложный не в смысле трудный, то есть он сложный во всех смыслах слова, он действительно трудный, но в данном случае я имею в виду, что он такой композитный, он, эта тема, этот топик, он чрезвычайно многословен, и там очень много всего внутри, там, это мы не можем сказать однозначно, что, например, церковь, борясь за, католическая церковь, прежде всего, борясь за укрепление своих основ и своего единства, борясь против ересей, нуждалась и в таких средствах, вы знаете, что это очень эффективное средство, образ врага, который очень консолидирует сообщество, всякое сообщество, любое сообщество, враг, если врага нет, его нужно выдумать, это непременно, это такой, это даже закон, который прекрасно известен психологам, это совершенно не беном Ньютона, но здесь мы тоже с ним встречаемся, ответить так на этот вопрос было бы правдой, но только отчасти, только частично, в каком-то смысле, да, в известных пределах, существует и такое, что эта идея, этот сюжет получает свое развитие, скажем, в Англии, в немецко-говорящих землях, в польских землях, потому что иудеи, иудейское население, которое пришло сюда, имеет чрезвычайный, сделал чрезвычайную экономическую карьеру, процветает и побеждает в конкуренции, даже еврейские купцы с колоссальным опытом международной торговли, которые водят караваны из Нарбонны, представляют они осуществляют чрезвычайно важную для средневековой экономики, да вообще для всякой экономики, функцию обмена, они осуществляют и делают это замечательно, владеют языками, и их караваны пересекают понимаете, там, от этой несчастной Хазарии до севера Франции, они очень много видят, они еще много знают, вы знаете, чем мы благодарны этим купцам, казалось бы, бизнесменам, которые умеют считать и заниматься коммерцией, но помимо этого они оставили нам очень ценные свидетельства о первоначальном расселении иудеев в регионах Восточной Европы, и такие города, как Киев и Краков, они впервые упоминаются именно у еврейских купцов, спасибо им большое, то есть помимо того, что они торговали и все, они записывали, что вот, а тут вот живут там такие-то евреи, они, мы с ними торгуем, причем этот обмен осуществлялся там, что они везли, значит, все, чем для прихоти обильной торгует Лондон, щепетильный, да, вот эти вот, изысканное производство западной Европы, они везут на восток, откуда они везут там пушнину, понимаете, да, вот этот обмен, это совершенно необходимая такая функция, так вот, эти купцы, когда они начинают расселяться, купцы, ремесленники в европейских городах, они оказываются чрезвычайно успешными, и безусловно, понимаете, конкурента, соперника никто не любит, никто никогда, нигде, ни в какой ситуации, и поэтому в условиях этой конкуренции, который побеждает, побеждает более опытный и более умелый, он, конечно, вызывает неприязнь и ненависть, и горожане, в основном это городское население, горожане борются за так называемые законы де нон толерандис юдеас, многие очень города, муниципалитеты борются за то, чтобы иудеям был запрещен въезд, работа в пределах данного города, и, во всяком случае, чтобы это было ограничено как можно больше, чтобы христианские купцы имели приоритет, чтобы иудейские купцы как можно меньше этой конкуренции, что абсолютно понятно, да, с экономической точки зрения, это совершенно понятно, но, как вы понимаете, так сформулировать, значит, давайте ваше сиятельство, если это княжество, да, удельное, или ваше королевское высочество, если это уже преодолена феодальная разробленность, и это уже централизованное феодальное государство, значит, прогоните этих купцов, потому что они более успешны, чем мы, ну, это формулировка, знаете, это не аргумент для княжеской и королевской власти, аргументировать надо было как-то по-другому, другой аргумент, очень сильный, очень мощный и практически аргумент, который, который невозможно отвести, это враги Христа, это убийцы Бога-человека, кровь его на них и на детях их, да, какого-то колена, значит, Ваше Величество, это я вам просто сейчас как бы суммирую петиции, которые приносились властителям очень многих европейских городов, может быть, даже большинства, вот гармонии в отношениях не было, Ваше Величество, потакая или создавая режим наибольшего благоприятствования для этого иностранного капитала, для этих олигархов, для этих дельцов, а вы подрываете, ну, я сейчас намеренно да, осовремениваю эту лексику, конечно, это звучало совершенно по-другому, но этот смысл, мы с ним знакомы, мы тоже его знаем, они мешают нам, они враги Христа, и если вы будете создавать им такой режим наибольшего благоприятствования, то кара Господня пойдет на наши головы, на нашу страну, на наш народ, на наши города, вот и в этом это замечательный ход, абсолютно беспроигрышный, и он в этом, как вы понимаете, естественным союзником муниципалитета этих купеческого сословия цехов выступала церковь, разумеется, понимаете, мы все время должны иметь ввиду диаметральную противоположность позиции светской власти и церковной власти по отношению к иудейскому населению, потому что если для светской власти, для короля, да, ну, мы учитываем всегда, что светская церковная власть находится в состоянии напряженного взаимодействия, да, скажем, солдаты-короля, солдаты-кардинала, это не что важнее священства или царства, да, кто вообще в доме хозяин, кто главнее, король или кардинал, кто главнее, этот, этот диалог между светской и церковной властью мы можем наблюдать во всем европейском регионе на протяжении всех средних веков и даже и нового времени, король или назначает епископа, или епископ, кто помазает на царство короля, да, вот это вот, в случае, это дискуссионный вопрос, он все время обсуждается, но их интересы, их позиции, если только это не такие острые случаи, как там Фердинанда Изабелла, да, которые себя позиционируют как католические короли, да, есть ли это светский правитель, ну, такого, что ли, типа, как, например, ну, вот, наиболее близкий мне пример, как полонисту Казимир Третий Великий, польский король, 14-й теплый